Помните фильм про девушку, которая могла летать на зонтике? Мэри Поппинс. Ей наверняка тоже требовалась зарядка для телефона. Вдруг в полете сядет телефон, а зарядить его будет нечем. И вот я решил сделать вот такое нехитрое приспособление. Генератор, зарядка из зонтика. Я разрезал купол зонтика так, чтобы отверстие, которое получилось, полностью перекрывало мой рабочий кулер. Дальше, чтобы установить его ровно, мне потребовалось срезать пластмассовый винт. И я закрепил мой кулер с помощью проволоки на ткани зонта. Это достаточно просто. Не приклеивайте кулер к палке зонта. Это помешает. Далее я срезал колодочку и заправил провода внутрь купола зонтика. А чтобы не терять драгоценные капли ветра, я закрепил все черной изолентой и заделал лишнее отверстие. И вот, зарядка готова. Мэри Поппинс теперь может заряжать свои сотовые телефоны, паря в воздухе. Ну, давайте теперь посмотрим, насколько он удачен. В сложенном состоянии такой генератор по размеру, как обычный сложенный зонтик. Для того, чтобы удобно было им пользоваться и заряжать всевозможные девайсы, я снабдил мой зонтик-генератор удобным USB разъемом, а точнее, мини-USB. Такие разъемы хорошо подходят для большинства устройств. Длинный провод позволяет пользоваться более удобно. Конечно, сейчас мой зонтик лежит на балконе и ничего заряжать не может. Но, поверьте, пользоваться такой зарядкой очень даже удобно. Пока вы гуляете и дует ветер, вы можете зарядить обычный сотовый телефон. Конечно, если ветра будет достаточно. Вы можете зарядить и смартфон, и планшет. Правда, делать это придется очень-очень долго. А если ветра нет совсем, то такая зарядка работать не будет. Зато, таким зонтиком можно зарядить небольшие аккумуляторы в переносной лампе. И когда вам потребуется вечером что-то осветить, вы вполне можете воспользоваться зарядом, полученным с помощью ветра. Такая заряженная лампа хорошо светит. Зонтик при этом практически не пострадал. Им можно пользоваться по назначению. Но, главное, не становиться под то самое отверстие, в котором расположен кулер. А так как занимает этот генератор совсем немного места, и будет лежать там, где у вас хранится обычный зонтик, то в быту он очень даже может пригодиться. Хотя, для меня это был обычный эксперимент. Я просто хотел проверить, можно ли с помощью зонта и кулера сделать вот такое приспособление. И назвал его генератор для Мэри Поппинс. Сегодня мы проведем научно-практический эксперимент, чтобы доказать возможность генератора Мэри Поппинс, а именно генератора из зонтика, заряжать сотовые телефоны или вот такие лампы. Для того, чтобы провести этот эксперимент, я буду использовать штатную солнечную панель. Этой панелью была укомплектована вот эта лампа. То есть, уже завод-изготовитель гарантировал, что этой панелькой можно зарядить аккумулятор в этой лампе. Также я буду использовать те самые кулеры, которые я вам уже показывал. Один из которых, а именно вот этот, как раз и использовался в зонтике для генерирования электроэнергии. Цель эксперимента провести сравнительный анализ штатной солнечной панели, о которой мы заведомо знаем, что она способна заряжать вот такие лампы и вот такие сотовые телефоны. Почему я с уверенностью говорю про сотовый телефон? Дело в том, что у этого телефона параметры аккумулятора точно такие же, как у этой лампы. Итак, приступим. Для начала давайте испытаем возможности вот этой солнечной панели, а именно ток напряжения, которое она генерирует. Именно этим напряжением и этим током заряжаются аккумуляторы в этой лампочке. Я подключил приборы к солнечной панели и на шкале прибора вы можете наблюдать ЭДС, который генерирует солнечная панель. Сейчас у нас сумерки, поэтому ЭДС небольшая, а именно вольт. Увеличим освещенность. 3 вольта. 3,5. На самом деле панель может вырабатывать и больше. Если я приближу панель к лампе, напряжение доходит до 6 вольт. Но не напряжением единым сыт аккумулятором. Даже если напряжение будет очень велико, а ток будет очень мал, то аккумуляторы заряжаться не будут. Я думаю, это вы знаете. Давайте проведем измерение тока. Я подключил тот самый кулер, который использовался в зонтике. Сейчас у нас прибор в режиме измерения напряжения. Я буду пальцем немножечко вращать лопасти кулера. 0,5 вольта. При рывке, конечно, больше. Рывок примерно вольт, потом пол вольта, и постепенно напряжение падает. Как я уже говорил, этот кулер оказался особенным. Очевидно, внутри стоит какая-то емкость, и напряжение падает не сразу. Напряжение малое. Скажем так, вольт. Теперь давайте измерим ток. Я переключил прибор в режим измерения тока, и также пальцем вращаю кулер. Как видите, ток достаточно большой. Но палец это палец, а эксперимент у нас практически научный. Поэтому давайте будем вращать кулер с помощью ветра. Я организую небольшую установку. Моя установка представляет собой два кулера, установленных на небольшом расстоянии. Один из которых подключен к блоку питания, другой, а именно испытуемый, подключен к прибору. Я собираюсь запустить вентилятор. Он будет создавать воздушный поток, то бишь ветер, который будет вращать в области вот этого вентилятора. И мы будем смотреть, какую ЭДС, в данном случае я сейчас буду мерить, вольты, будет создавать данное устройство. Итак, приступим. Вентилятор вращается, создает воздушный поток, и этот воздушный поток вращает в области нашего кулера испытуемого, который генерирует некоторую ЭДС, значение которой мы можем наблюдать на вольтметре. А именно, чуть больше полувольта, 0,6. Если перекрыть воздушный поток, или застопорить его чем-нибудь, напряжение упадет. Если воздушный поток сконцентрировать с помощью зонта, то, соответственно, больше ветра будет проходить в вентилятор, и воздушный поток будет сильнее генерировать ЭДС. Мы можем это смоделировать. Я перекрою частично. Видите, я закрыл всего одну сторону, и, сконцентрировав воздушный поток, мы получили большую ЭДС. Мы можем еще сильнее сконцентрировать воздушный поток. Я перекрою здесь и здесь. Я думаю, вам хорошо видно. Мы добились увеличения эффективности примерно на 15%. Таким образом, мы просто ограничивали воздух, выходящий из этих щелей. С помощью зонта я добивался того, что собирал ветер, проходящий мимо, и концентрировал его на этом вентиляторе. То есть, тем самым, я хочу сказать, что, концентрируя ветер на вентиляторе, мы получим большую частоту вращения, соответственно, большее напряжение. Но, как я уже говорил, нас интересует не только напряжение. Давайте измерять ток. Конечно, измерять ток короткого замыкания немножечко некорректно. Но, так как мы в солнечной панели производили опыт аналогичным образом, то есть, с вентилятором мы поступаем точно так же. Итак, наблюдаем. Эффективность потоку в данном случае у вентилятора для такой погоды примерно в 5, а то и больше раз больше, чем у солнечной панели. Но напряжение меньше. Теперь нам надо ответить на следующий вопрос. Может ли малое напряжение, имея достаточный ток, заряжать аккумуляторы? Для этого мы применим следующую схему. Схема испытания проста. Я использую солнечную панель. Она у нас служит эталоном зарядки. В качестве нагрузки у нас идет сотовый телефон. И последовательно в этой цепи, так как нас интересует ток, я включил амперметр. Вот наблюдайте его шкалу. Думаю, хорошо видно. Смотрите, значит, если я затеняю солнечную панель, ток падает. Открываю ее, ток нарастает. А как вы знаете, раз в цепи протекает ток, значит, аккумулятор берет этот ток. Что он с ним делает? Он накапливает энергию. То есть напряжение солнечной панели, конечно, больше, чем у вентилятора. Но при этом ток есть, аккумулятор заряжается. Давайте проверим все то же самое, но с лампочкой. Потому что она тоже участвовала в эксперименте генератор Мэри Поппинс. Теперь по такой же схеме я подключил лампочку. Именно с этой лампочки гулял мой сын по двору с зонтиком. И она светилась. Как видите, с помощью солнечной панели я запускаю в этой цепи ток. Если я затеняю солнечную панель, ток исчезает. Открываю. Напряжение ток есть. Аккумулятор в данной лампе заряжается. Но это была солнечная панель. Она служит эталоном. А нас интересует, сможет ли заряжать аккумулятор лампы или сотового телефона кулер от компьютера, присоединенный в сонтик. Теперь, точно по такой же схеме, я подключил генератор из кулера. Один кулер создает поток, другой вращается под его воздействием. В качестве нагрузки у меня сотовый телефон, а точнее его аккумулятор. И на приборе мы фиксируем ток. Не буду повторяться, но это означает, что аккумулятор начал заряжаться. Ток есть. Если аккумулятор не заряжается, севший или плохой, никакого тока не будет. Подавайте хоть какое напряжение, ну, можно 220, он просто взорвется. Если есть в цепи ток, аккумулятор либо батарея заряжаются. Ну, осталось проверить лампочку. А хотя, чего мелочиться? Зачем нам лампочки? Так понятно, там маленький аккумулятор. Давайте заряжать смартфон. Вот такой лапокс. Ток немного меньше. Но вот это, между прочим, смартфон с очень мощной батареей. Ток есть, а значит батарея заряжается. Ну-ка, сконцентрируем немножко. Незначительно, но ток возрос. Итак, название ролика «Зарядимся от зонтика» или генератор Мэри Поппинс полностью себя оправдывает. Вы видите, с помощью зонта и простого кулера можно заряжать и маленькие сотовые телефоны, и вот такие большие смартфоны. Можно даже попытаться зарядить планшет. Да, ток небольшой, но этого тока вполне достаточно, чтобы подзарядить аккумулятор и осуществить экстренный вызов. Я думаю, дома вы могли бы повторить подобный эксперимент сами. Кулеры такие доступны, ничего сложного, чтобы собрать такую схему, нет. Немного фантазии применить, чтобы засунуть кулер в зонтик, а можно и не только в зонтик. На самом деле, зонтик просто выполнял функцию концентратора потока. Сконцентрировать поток можно и иначе. Подсказывать не буду. Это подскажет вам ваша фантазия. Но то, что это возможно, я надеюсь, вы уже поняли. А на этом все. Пока. До новых встреч. Фантазируйте. Субтитры создавал DimaTorzok